Всего неделя прошла с начала ремонта дороги на проспекте Шинников, а рабочие, как и планировали, завершили первую стадию. Они сняли покрытие посередине проезжей части. Позже здесь будет высажен газон и деревья. Сама дорога будет трехполосной. Ремонт проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». На эту дорогу выделено 356 миллионов денег. То есть работа началась 14 апреля. И ориентировочно завершаем работу где-то в октябре месяце. Второй участок, где ведутся работы в рамках этого же нацпроекта, находится на проспекте Мира. На ремонт этой дороги выделено 120 миллионов рублей. Сейчас будет опускаться на уровне Мира. Также будет там светофорный обед, тротуар. Полностью эти работы выполняются. В Лежникамске ведется работа еще по одному нацпроекту – «Демография». Продолжается строительство двух новых дошкольных учреждений. Один из них будет находиться в микрорайоне 35А, а другой – в 29-м. Комплектование этих детских садов уже началось. Записать ребенка в детский сад можно до 30 апреля, не выходя из дома. В модуле электронное образование Республики Татарстан наши родители уже практически без труда находят нас, находят Нижникамский район, находят ярлык другие организации и вот наше управление дошкольного образования. В этой информации мы отразили, в каком микрорайоне, под каким номером детский сад строится, чтобы было понятно, сколько детей какого возраста будет набираться в каждом из садов. Не забыли и о культуре в районе. В Камских полянах начались подготовительные работы в рамках предстоящего капитального ремонта культурного центра Чулмансу. Его планируется выполнить в 2020 году в рамках республиканской программы. На эти цели запланировано выделение более 74 миллионов рублей. В целом текущая ситуация с пандемией не должна внести корректировки в уже запланированные мероприятия по благоустройству города. Все программы, которые рассчитаны на улучшение качества жизни нижникамцев, будут реализованы. Александр Комаров, Евгений Лозаев. Новости НТР.